Об актерских дарованиях Николаса Кейджа можно спорить так же бесконечно долго, как доказывать или опровергать существование ада. Этому актеру в последнее время буквально не везет в творческом плане. Что ни роль, то очередная неудача и, как следствие, тысячи насмешек кинофанатов и фотожабы по всему интернет. Племянник Фрэнсиса Форда Копполы, снимаясь более-менее заметно уже с начала 80-х годов, не раз проявлял себя во многих зачетных фильмах. Но сегодня речь пойдет о киноленте под названием «Сумасшедшая езда». Этот фильм снимался прямиком в формате 3D на специальные кинокамеры и в первую очередь предназначался для развлечения нас с вами. То есть кинозритель, придя в кинотеатр, должен был погрузиться в волшебный, подчеркну это слово, волшебный мир кино. Интернет-критики, ищущие киноляпы и на полном серьезе дающие оценку сценарному мастерству создателям данного фильма, как обычно, разбомбили работу режиссера Патрика Люсье. Думаю, многие согласятся, что при желании можно разнести в клочья любой фильм. Абсолютно. Будь то работа хоть Джеймса Кэмерона, хоть Александра Невского. Если вы хотите идеальный фильм, то вам его следует искать где-нибудь среди европейской классики 50-70-х годов. Прийти в киноклуб, который собирается где-нибудь в городской библиотеке раз в месяц и там до хрепоты спорить, что хотел сказать Феллини или Тарковский тем или иным кадрам. Сумасшедшая езда кино совершенно другого поля. Родственные корни тянутся к эксплуатационным лентам 70-х. Это кино насквозь пропитано эстетикой Америки. А это значит, что позаимствовано отовсюду и по чуть-чуть. Дороги, тачки, дорожные кафе, отели и люди, такие разные и каждый со своими тараканами в голове. К слову, вот вам небольшая экскурсия в дебре сюжета. Главный герой в исполнении Николаса Кейджа бежит прямиком из ада. Его цель – миссия спасения собственной внучки от банды мерзких сатанистов, во главе которых стоит гнусный тип по фамилии Кинг. Этот гражданин убил дочь главного героя и теперь хочет провести богомерзкий и ужасный ритуал с младенцем. Герой Николаса Кейджа, словно ураган, сметая со своего пути последователей культа крупнорогатого хозяина подземных котельных, добирается медленным, но верным путем до глотки предводителя сатанинской шайки, чтобы внучку спасти и поквитаться с уродом за своего ребенка. Чего не отнять у фильма, так это его жесткости, абсурда и очень красивой картинки. Не зря режиссер до этого был визуальным консультантом на нескольких фильмах. К тому же Патрик Люсье успел посотрудничать на поздних лентах с Уэсом Крейвеном и, безусловно, кое-что перенял в свои работы от мастера. Мне безумно жаль, что у Патрика ничего не заладилось с ремейком восставшего из ада, так как уверен, что этот канадский парень уж точно бы не навредил адским созданиям. Кстати, немного про ад. Пекло, откуда сделал ноги герой Кейджа, всегда посылает в погоню своих лучших гонщих. В этой ленте таким ловчим стал щитовод или, если вам будет угодно, бухгалтер. Странное существо в исполнении актера Уильяма Фихтнера. Этот мужик как кость в горле, как заноза в заднице главного героя на протяжении всего фильма. Щитовод внешне чем-то напоминает агента ЦРУ или ФБР, обладает невероятной физической силой и не расстается с греческой монетой. Похожими расплачивались мертвецы за место в лодке Харона по пути в ад. Партнерша Николаса Кейджа, актриса Эмбер Хёрд, сыграла стандартно. Ничего выдающегося про ее актерскую игру сказать не могу. Просто красивая актриса и украшение этого фильма. Порадовало появление, хоть и ненадолго, актера Тома Аткинса, сыгравшего на своем веку во многих годных лентах, в том числе и у уважаемого мною и многими моими подписчиками Джона Карпентера. Машины. В фильме с названием «Сумасшедшая езда» никак не обошлось без красивых и мощных созданий. Рев мотора, виск колес действительно украсил это кино. Герой Николаса Кейджа ездит на классических американских автомобилях 60-70-х годов, Dodge и Chevrolet. В то же время сатанисты дружно уселись в Motorhome, что является тонкой отсылкой к ленте с участием Питера Фонды «Гонки с дьяволом». Обзор на этот фильм есть на моем канале, обязательно посмотрите. Я не ходил в кинотеатр на это кино, но анализируя эффекты фильма могу точно утверждать, что 3D этой картины выдающимся назвать нельзя, однако интересные находки все же есть. Кстати, если верить слухам, то над компьютерными эффектами работало очень много фрилансеров. Да-да, именно поэтому визуальный ряд в целом мне показался не совсем обычным. Диалоги. Они далеко не самая сильная сторона этого фильма, но глупыми или неуместными я их тоже назвать не могу. Много заумной болтовни экшен-фильму ни к чему, так что делайте мощность мозга процентов на 30-40 и будет вам счастье. На протяжении фильма зрителей дозированно балуют жесткими сценами. На закуску припасли сцену с черепом. К концу ленты меня даже нисколько не удивило желание главного героя выпить пивка из черепа злодея, словно из какого-то кубка. Сама идея, конечно же, не нова. Вспомним хотя бы классику Булгакова, где Воланд пил из черепа Берлёза, кровь барона Майгеля. До сих пор ученые спорят, пить из такого кубка надругательство над вражескими останками или знак почтения к ним. Покопавшись в истории вопроса, ничего внятного, я не нашел. Но такая жуткая традиция все-таки существовала у многих народов. Сумасшедшая езда не скучное кино, с хорошим визуальным решением и качественными звуковыми эффектами, что естественно подразумевает просмотр на телевизоре с большой диагональю и качественной акустической системой. Лично меня этот фильм стоимостью около 50 миллионов долларов и с участием Кейджа изрядно развлек и повеселил. Когда-нибудь про это кино будут писать только хвалебные отзывы, и ставить в пример как классику двухтысячных. А Николас Кейдж обретет статус культового актера фильма в категории «Б». Я серьезно, ведь все золото настоящего кинематографа именно там. А сумасшедшая езда – стопроцентный эксплуатационный фильм, место которому в Грайнхаус кинотеатре, куда я с удовольствием купил бы билет.